Из душных кабинетов в поля. Сегодня республиканские парламентарии, обычно занятые законотворческой деятельностью, посетили Батревский район. Телеши Горданы прошло воезное заседание Комитета Государственного Совета по госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Батревский район – отличный пример того, как нужно брать власть в свои руки, уверены в республиканском парламенте. Значение слова «самоуправление» здесь поняли буквально и засучили рукава. Сегодня в сфере благоустройства населенных пунктов, организации школьного образования батревцам нет равных. Так техническому оснащению сельских школ района могут позавидовать многие чебоксарские школы. Современный лингофонный кабинет, школьное столовое, стоматологическое оборудование на столичном уровне. Главы муниципалитетов республики часто жалуются. 131-й федеральный закон о местном самоуправлении предписывает, например, обеспечивать уличное освещение, а на вопрос, где взять деньги на лампочке, ответа не дает. В селе Шигарданы решили не ждать милости от законодательства и районного бюджета, а просто объединились в Народный общественный совет. Чтобы создать людям хорошие условия жизни, комфортные условия жизни в селе, а администрация сельского поселения со своей командой, там 3-4 человека, все исполнять, то есть реализовать требования 131-го федерального закона невозможно. Практически невозможно это, потому что я на своем опыте это знаю. Авторитетные жители с каждой улицы не ждут дядю, который решит их проблемы, а берут дело в свои руки. В добровольных общественных помощниках поселковой администрации числятся почти 150 человек. Это не только умы и рабочие руки, но зачастую и финансовые ресурсы. Это авторитетные, уважаемые люди, которые могут влиять на соседей, на население, которые могут, скажем так, правильно направлять, правильно требовать. И их мнениями считаются остальные жители. Общественный совет решает многие проблемы села, в плане благоустройства, в плане разрешения разных спорных моментов. Поделились батаревцы и своим опытом ведения торговли. В пику федеральным сетям в Шагарданах открылся магазин, в котором невозможно купить ни алкоголь, ни табачную продукцию. Да никто и не пытается. За такой социально ответственный бизнес местные жители голосуют рублем. Все направления сегодня, которые обсуждаются и в рамках реформирования местного самоуправления, они представлены в лучшем свете в данном районе. И сегодня батаревский район по многим направлениям является лидером Чувашской республики. И сегодня мне, конечно, хотелось бы воочию вместе с депутатским корпусом посмотреть на все это. Я думаю, что мы обменяемся опытом. И эта поездка, однозначно, я уверен, она не пройдет бесследно.